Увеличил свой заработок на YouTube, друзья, снова. Почему я вам показываю доллары? Да потому что YouTube платит нам в долларах. И я получаю зарплату с YouTube в долларах. А это очень выгодно, особенно если мы живем в России. Я на 1000 долларов заработал больше в 2021 году, чем в 2020 году. Поэтому можете меня поздравить. Не зря прошел 2021 год и не зря я монтировал контент и радовал вас контентом. Ну а вы, соответственно, радовали меня, друзья, просмотрами. За что вам огромное спасибо. Подписками и без базы, конечно, бы я не увеличил свой доход. Ну и, соответственно, если бы мой контент был бы в тигне, то бы я не смотрел. И у меня бы не стоило бы дорого рекламы и не было бы столько показов. Поэтому мы совместно молодцы. А это, опять же, я все говорю и снимаю для того, чтобы вам показать. Могу я зарабатывать? Получается у меня увеличить доход на YouTube? Сможете вы. Вы точно такие же, друзья, как и я. Главное не лениться и не ждать быстрого результата. И у вас все получится. Сейчас это однозначно по себе, друзья, сужу. Ну а в этом видео, друзья, мы будем подводить годовые итоги по доходу на YouTube за 2021 год. И это долгожданное видео. Вообще это видео должно было выйти в январе месяце. Но из-за того, что очень много нужно было полезного контента выгрузить. Ну а сейчас появилось такое окно свободное. И я решил записать вот это видео. Тем более это видеоотчет. И также делать еще видеоотчет по Дзену. Тоже за 2021 год, но чуть-чуть позже. Значит, по YouTube это сейчас будет годовой. Потом будет полугодовой, еще годовой. Я буду показывать доход каждый полгода. Также я это буду делать на роликах в Дзене. Я не вижу смысла. Просто каждые три месяца здесь что-то показывают. Вот дивиденды, да, там более интересно. Это пока каждые три месяца буду показывать. А здесь пока вот будет в рамках вот такого вот контент-стратегии идти. Друзья, можете меня поздравить. Я стал гражданопослушным. Ну не знаю, как это назвать. Если неправильно назвал себя, то исправьте меня в комментариях. Я назвал себя так в связи с тем, что я стал платить налоги в том числе по YouTube. Доходы я не платил, потому что я не знал, как их платить. И как их декларировать. И что есть в Триндфл. У нас в стране все как-то сложно с этими моментами. Да, они приходили на счет. Тем более они приходят в долларах. Как это все декларируют, я не знаю. И в том году я открыл себе самозанятого для того, чтобы вводить деньги с Яндекс.Дзена. И в том году я уже начал получать деньги по Яндекс.Дзену через самозанятого, платить налоги официально. И в этом году я разобрался. В январе месяце звонил налогу, как декларировать эти доходы в долларах, как это все заполнять. И вот первый платеж, вот он скриншот, который я получил в январе месяце. Вот я задекларировал, там вышло у меня в районе 19 тысяч рублей. И налог там составил что-то в районе 1100 рублей. Но там еще бонусы дают 10 тысяч, когда открываешь самозанятую. И там у меня 700 рублей вышло. То есть буду теперь официально платить налоги. Потому что сейчас все ужесточается. Там Мишустин всем все гайки закручивает. Да и вообще не хочется лишний раз иметь проблемы. И хочется быть чистым. И нужно платить налоги. И там тем более есть всякие привилегии для самозанятых. Все это нужно изучать. Также можно и пенсионный фонд отдельно платить. Но я пока буду платить вот эти 6%. Это все-таки не 13. И соответственно, как говорится, спать спокойно. Все равно, как говорится, всех денег не заработать. Опять же, почему я снимаю этот ролик? Потому что очень много людей начинают работать на Ютубе. Плюс очень у меня много коллег, которые тоже занимаются инвестициями. Тоже открываются Ютуб-каналы. Показывают свои портфели. За это, друзья, респект. Данный ролик это будет некая такая мотивация. Показать вам то, что на Ютубе реально можно заработать. Я канал свой веду давно. Единственный у меня минус в том, что я сначала вел на одну тематику. Потом перешел на инвестиционную тематику. Ну, как бы так произошло. Потому что я-то развиваюсь. Меняются интересы. Меняются цели в жизни. И вот тема денег мне давно была интересна. Сначала у меня заработок в интернете. Социальные сети были интересны. Сейчас вот тема денег. Я не стал заводить новый канал. И получается так, что какая-то аудитория, но она хорошо стала, получилась маленькая. Может быть подписчиков 5-8 тысяч. Пришла на соцсети на то, что я снимал. Сейчас большая часть на инвестиции. Поэтому у меня есть такая из 30 тысяч доля неактивных подписчиков. Из этих неактивных подписчиков мой канал Ютуб пессимизирует. То есть он дает меньше показов. Поэтому если вы посмотрите блогеров, у которых также 30 тысяч подписчиков, даже меньше 25-20 у таких, у молодых каналов, или те, которые там проводили рекламную кампанию, у них именно свежая аудитория, именно которых еще интересы не поменялись, они еще не выгорели. И у них, конечно же, показатели просмотров по 10 по 15 тысяч, там по 5, а у меня там в среднем 2-3 тысячи, иногда там 5 набирают. Это из-за того, что, опять же, канал старый, интересы аудитории поменялись, и половина аудитории выгорела. И я не стал заводить новый канал, опять же, только потому, что это нужно еще дойти до порога монетизации. Это будет простое, мне еще неизвестно, когда ты этот порог заработаешь, плюс конкуренция, да и плюс это моя история. Чтобы люди знали, могли отмотать, посмотреть, что я снимал, как я развивался, и мне приятно, как я расту, как я ролики раньше снимал, как я сейчас снимаю. Поэтому пусть как оно есть, так оно и есть. В таком духе мы будем и дальше двигаться. Сколько будет просмотров, столько будет, но, конечно же, хочется больше просмотров, хочется 50 тысяч подписчиков, и, конечно, серебряную кнопку 100 тысяч подписчиков. Еще один момент, который я хотел затронуть, то, что я не в рекламу, не вкладываюсь вообще ни копейки, меня никто нигде не пялил, ни с кем я коллаборацию не заказывал, интервью не брал. Чисто, органически, своим методами я работаю. То есть оптимизирую ролики, знаю, что снимать, изучаю аналитику, и на основании этого всего уже понимаю, что зайдет, что не зайдет, в каком направлении идти, создаю плейлисты и тому подобное. Единственное, в команде у меня есть один человек, кто со мной работает, и кому я плачу, это дизайнер. Он создает мне шапки, они по 300 рублей, раньше они стоили 250, сейчас 300 рублей. Монтирую все я сам, потому что монтажерами немножко тяжело, я уже рассказывал, то есть как-то так. Ну ладно, друзья, поехали в творческую студию и заглянем в мою аналитику. Все вам сейчас покажу. Находимся сейчас в моей творческой студии, вот он, канал Евгений Фокин, мой канал. Сейчас что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет зайти сейчас в раздел аналитика, на вкладку доход, и я вам там сейчас покажу свои доходы. Доходы мы будем смотреть за 2021 год, за прошлый год, покажу сколько всего заработал, и будем сравнивать данный доход с 2020 годом, ну как я ранее заявил, он уже вырос, это не может не радовать. Вот мы зашли у нас в аналитику, раздел доход, обратите внимание, диапазончик у нас 1 января, 31 декабря, это 2021 год, вот вся статистика по доходу за 365 дней, за прошлый год. Также рекомендую вам, прежде чем смотреть это видео, посмотреть мое предыдущее видео, где я рассказывал, как я в 5 раз увеличил свой доход на ютубе за прошлый год. Вот она обложка, заходите, смотрите. В этом году, как я ранее сказал, ну это точнее, в 2021 году, в прошлом, я тоже увеличил свой доход, но, увы, не такими темпами, как было, конечно же, в прошлый раз. Да и просмотры упали, если честно сказать. Доход, он выше, как вы видите, на 38%, чем за предыдущий год, и, возможно, это условно, опять же, тем, что я увеличил количество роликов. То я грузил, в 2020 году, была как раз таки пандемия, бум был, я это рассказывал, конечно же, там просмотров было гораздо больше, монетизации больше, и все сидели дома, и, соответственно, там 5 роликов в месяц хватало, чтобы там реально показатели перевалили, там, не знаю, в 5 раз по сравнению с 19 годом, это все понятно. Потом, конечно же, все пошло на спад, и, несмотря на это, конечно же, усилия я здесь подувеличил, в плане роликов, конечно же, эти усилия дали свой результат. Честно скажу, забегу вперед, просмотры особо-то у меня и не выросли, я тоже об этом покажу, но доход вырос, это самое главное. Сейчас об этом тоже поговорим, почему он вырос. Почему я увеличил количество роликов? Потому что я в 2020 году, я рассказывал, я решил полностью уйти в блогерство и зарабатывать на записывании роликов, статей, мне это больше нравится, и отказался от клиентов. Раньше клиенты у меня занимали львиную часть времени, а выхлоп был, ну, плюс-минус, ну, на тот момент больше, а сейчас я стал осознавать, что выхлоп плюс-минус такой же, как от монетизации, да, а времени, энергии, затраты больше. Я просто отказался от этой услуги, заужать, вести YouTube-каналы, и решил развивать свой канал, и вижу здесь гораздо больше перспективы, и меньше нервотрепки, больше свободного времени. Я решил поэтому увеличить количество роликов. Я там начал по 7 роликов снимать, потом по 8. Этот год, 2002 год, я начал стартовать сразу с 8 роликов. Вот здесь вот я где-то вот так вот грузил по, также по 5 роликов где-то в среднем, и вот тут у YouTube уже где-то по 3 стало, по 2, по 3, по 3. Здесь я вот уже где-то начал по 7 роликов, это где-то вот, ну, во второй половине где-то, 2021 года, и вот так вот это пошло и поехало. Возможно, в будущем, сейчас пока я уже объяснял, занимаюсь здоровьем, мне нужно больше свободного времени, может быть, я буду делать и 10 роликов. Но это край, думаю, 10-11, это край. 12, конечно, сложно, это нужно, ну, постоянно сидеть. Посмотрим, если выхлоп реально будет хороший, и мне всегда будут хорошие деньги переносить, то почему бы не заморочиться, и не начать больше снимать, и, да, будешь жертвовать временем, но, как говорится, пока надо кувать железо, пока горячо, и пока YouTube дает такие заработки, и пока есть аудитория, хайповая тема, то есть этим нужно пользоваться. Давайте сейчас перейдем уже к цифрам. Это было отступление. Почему я записываю это видео? Оно будет очень удобно для тех, я его записывал, потому что очень много тоже людей пытаются зарабатывать на YouTube, также есть блогеры, которые тоже, так же, как я, инвестируют и ведут YouTube канал, и тоже, возможно, они зарабатывают или еще нет, им это было бы интересно. Статистику я буду показывать в долларах, здесь можно, конечно же, в рублях поставить, по умолчанную валюту, но я не знаю, по какому курсу она будет высчитывать, мы здесь вычитываем просто средний курс, и я вообще получаю деньги здесь в долларах, это очень удобно, и я храню их на счете, никакой конвертации не делаю, не хочу на конвертации терять, и когда ты получаешь доллар, и когда у тебя есть кэш в доллар, ты сам и можешь эффективнее управлять, и продавать тогда, когда тебе выгодно, поэтому вот так вот. Смотрите, как вы видите, мой доход уже вырос на 38% по сравнению с чем в 2020 год, я объяснил, чем это обусловлено, самое главное, если вы обратите внимание, то, что у меня увеличился на 44% аж в два раза именно цена, то есть реклама стала разно дороже, вот посмотрите, даже здесь тут по 4, по 6, по 7 даже, да, вот у меня за тысячу коммерческих показов было, ну, то есть CPM вырос, это очень важно, количество просмотров особо не выросло, я это вам покажу, но CPM вырос, если CPM будет дальше так расти, количество просмотров не будет расти, то доход все равно будет расти, вот тому примеру, еще и просмотры будут расти CPM, будет вообще тогда ништа, доход, он плюс-минус, вот колеблился на месте, нет такого, да, с потенциальным ростом, как там было за предыдущие годы, опять же, смотрите, ролики на канале есть, и самое интересное, на 75% увеличилась цена, доход, ну, увеличился доход на тысячу просмотров, то есть, это средняя цена, сюда зашиты сразу же и рекламные показы, и нерекламные показы, у общего, в общем, количества просмотров, и вот такой доход, 3,5 доллара, это, кстати, приличный доход, на тысячу просмотров, вот так вот он у меня колебился, вот такая вот статистика, теперь посмотрим, что было у нас в 2020 году, вот мы открываем 2020 год, увы, здесь такой нет статистики, которая нам подсвечивает, насколько этот период лучше, чем другой период, потому что это только ввели недавно, и это классно, то, что YouTube такие показатели вводит, и видите, он нам уже подсчитал, что мой доход на 38% был выше, если вы обратите внимание, здесь было 2,600, а там 3,600, получается мой доход вырос на 1000 долларов, про которые я и сказал ранее, если мы 2638 умножим на 38 долларов, как раз таки там будет 1002 доллара примерно, я умножал, можете сами это проверить, отсюда и взялась эта доходность, то, что от этой доходности взяли 38, и получилась у нас вот эта вот доходность, и поэтому YouTube это и указал. Если мы возьмем цену за 1000 просмотров, обратите внимание, здесь 4,5, а здесь 6,5, поэтому видите, на 44% почти тоже в два раза увеличилось. Здесь 3,55, а здесь вообще 2, то есть очень хорошо, мощно вышли показатели, но это обратите внимание, как CPM здесь рос, видите, здесь CPM рос очень мощно, сначала вот так, а потом вот резко с сентября месяца, да, когда рекламодатель, вот это пошло, 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 CPM, вот он, и здесь вот, он в принципе и не падал, и продолжил где-то вот в плюс-минус таком диапазоне, вот даже было десятка у меня, а вот цена, допустим, за 1000 просмотров, тоже видите, была вообще копеечная, и в итоге она тоже вырос, так же, как и здесь, здесь вот наглядно показатели выросли, потому что это 20-й год был вот пандемийный, и все это начало расти, тут опять локдауны очередные начались, но это я рассказывал уже, в прошлом видео, а здесь вот в принципе все умеренно где-то держалось, плюс-минус небольшие, вот эти вот показатели вверх, здесь вот скачками, они сыграли эту роль, на протяжении года, как правило, это показатели, показываются уже в тысячах долларах, так же и в акциях, вроде кажется копейки копейками, но на протяжении нескольких лет, эти копейки поручаются в подлечеи день, и здесь вот тоже, видите, начало вообще было там доллар, доллар, потом тут резко март, вот пандемия пошла, все это вот, пошли доходы, потом спад, и пошло поехать, то есть вот так это вот все выглядело, так, давайте теперь посчитаем, сколько это вышло у нас в рублях за год, так как мы работаем в России, я думаю, многим это интересно, вот давайте 3630, я округлил, умножим на, давайте возьмем курс 73, потому что большую часть 2021 года, в принципе курс одержался 73, 75, ну где-то 73, он там падал даже бывало до 71, ну возьмем 73 давайте, и получилось 264 990 рублей, короче 265 тысяч, давайте поделим это все дело на 12 месяцев, и прикинем сколько в среднем я в месяц зарабатывал, получается 22 тысячи рублей в месяц зарабатывал, в принципе неплохие уже деньги, вот про что я говорю, у меня бывало, я работал с клиентами, там вел ютуб канал, усирался, ну у меня тогда и цены были дешевле, потом я просто цены поднял, и за одну и ту же работу стал получать больше, но все равно как бы, может быть я перегорел, может быть я развиваюсь, мне это стало неинтересно, и я все равно предпочел уйти от этого вида заработка, и вот перейти на этот, и вот видите, здесь 22 тысячи, в принципе уже неплохой заработок, еще раз, чтобы такой заработок бывало заработать на ютуб канале, это, то есть на своих услугах, это тоже нужно было понапрягаться, найти клиентов, с ними поругаться, попинать их, как говорится, пенделя волшебного дать, поэтому при прочих равных, неплохо я думаю. Из этих 22 тысяч рублей, в принципе, если вам интересен ютуб, и вы хотите знать именно расходы, здесь тоже есть расходы, вообще я расходы, не говорил про расходы, когда предыдущие видео снимал, ну потому что расходы, они у меня все идут в одну колонку, расходы, там не важно, налоги, не налоги, там какие-то другие расходы, надежду, я все их в одно, есть доходы, есть расходы, есть дельта, разница. Но, сейчас вам здесь поясню, чтобы вы немножко понимали, потому что, может быть, кто-то в будущем тоже хочет вести ютуб канал, или хотя бы понимал, насколько вот этот доход реально чистый, насколько здесь еще есть расходы, вот я объясню, у каждого эта цифра будет своя, что здесь нужно понимать, во-первых, я монтирую сам, поэтому у меня здесь нет расходов, с этой суммы на монтаж, дальше, у меня есть расходы, можно взять, из этой суммы на дизайнера, он делал значки мне, по 250 рублей, обложку, сейчас по 300 рублей, вот я где-то гружу 8 роликов, в месяц, по 300, если это 2400, и вот, если это еще умножить на 12, 2400, вот, это примерно 28800, вот я посчитал в год, смотрите, вот я заново ввел годовую сумму, смотрите, вот мы посчитали, дизайнер, 28000 где-то у меня, 29000 за год, ну давайте, вот от этой суммы отнимем, получается, сколько у нас, 29000, уже у нас получается 235000, что нужно еще понимать здесь, какие еще здесь могут быть растраты, вы можете картинки делать сами, поэтому у вас этих растратов не может быть, но есть еще растраты, это налоги, 6% нужно будет заплатить, от своего дохода, по самозанятому, так как это идет юрлицо, единственное, самозанятым, минус, там максимум можно будет, если вы получаете 200000 рублей в месяц, и в год это получается 2 миллиона 400, но у меня все равно пока таких доходов нету, но имейте это в виду, значит, отсюда еще нам нужно вычести, получается, сколько, 6%? Это получается еще 15000 у нас идет на налоги, итого 236000, да, по-моему, было, минус, сколько я там уже не помню, по-моему, 14000, да, налогов, ну вот, итого будет 235000, то есть, получается, у нас 14000, и там, сколько у нас было, дизайнер, получается, у нас было 29000, да, вот 29000 получается, я вот тут считаю, плюс еще 14000, итого, вот расходов только на 43000, получается еще расходов, все равно, несмотря на все это, мне кажется, ну, 235000, давайте теперь сумму поделим на 12, то у нас было, сколько, 22000, ну, получилось 19600, получается, 2500 в месяц, у нас с минусом вышло, ну, 19000, грубо говоря, 20, тоже неплохие, в принципе, деньги на удаленке, но это один из источников дохода, если еще, конечно же, Яндекс.Дзен взять, о котором я тоже поговорю, там, конечно, гораздо меньше, но перспективы тоже есть, какие-то еще свои услуги, еще что-то как-то где-то, ну, неплохо, работать в интернете, жить можно, я, по-моему, прогнозировал в прошлом видео, 45000, но, по-моему, видите, так и не достиг этой цифры, но ничего, все равно, она на 1000 долларов увеличилась, значит, что касается источников дохода, у нас получается, за 2021 год, здесь было, понятное дело, от монетизации, от рекламы, дальше от YouTube премии, от подписки, и вот доход от транзакций, 8 транзакций у нас ходила, это подписка, подписку я только, по-моему, в ноябре, по-моему, или в декабре добавил, вот один человек меня поддержал, в том году, и оформил спонсорство, единственное, конечно же, YouTube здесь много берет, целых 30% себе, у меня там 99 рублей подписка, ну вот, начислился, по идее, должен был там, где-то начислиться, чуть больше доллара, но, видите, из-за того, что хорошую себя комиссию берет, YouTube получился 80 центов, вот, это типа рекламы, реклама с возможностью пропуска, больше всего мне принесла денег, ну а вот, самые прибыльные видео, у меня за 2021 год, вот она, пятерка, как всегда лидирует, как аккредброкерский счет, это комментарии в YouTube, первые дивиденды я получил, Сбербанк вывод тестируем, и как скачать свое видео с YouTube, ролики плюс-минус не поменялись, они до сих пор, как и в 2020 году, так и в 2021, генерируют бесконечно мне доллары, ну и вот, давайте теперь посмотрим, просмотры за 2021 год, обратите внимание, видите, как я ранее говорил, здесь написано, что на 22% меньше, чем за 2020 год, я же говорю, у меня, видите, просмотр упали, но доход вырос, я объяснил, почему, потому что реклама была дороже, возможно, ее было больше, не, реклама была дороже, больше ее точно не было, мне даже, я помню, в 2020 году, там гораздо больше было просмотров, и больше рекламы, но она была дешевле, может быть, YouTube со временем, больше к моему каналу идет доверие, и он повышает CPM, так, но сетя тут нет, и вот, даже показов было на 7% меньше, всего было 10 миллионов 800 тысяч показов, и вот видите, показов, вот здесь было много, потом меньше, 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 и просмотра тоже, соответственно, много было просмотров, тут вот, и по 7, и по 5, и вот, в среднем по 3, меньше 3 не пускался, потом, все вот упало, уже до 2, видите, подскатился под конец года, и мой канал вот так, вот такие вот показатели, вот такие, вот такая вот статистика, давайте теперь посмотрим, 20-й год, видите, здесь 1 миллион 300 просмотров, а там был, сколько, миллион, здесь вот тоже, видите, 2, 2 тысячи было, здесь вот взлет, и пошло, поехало, и в итоге, в 2020, в 2021 году, мы приехали, считаю, что вот к этим показателям, с которых начинали, ну, грубо, в 2019 году, потому что в 20 январе побыло, показывает здесь гораздо больше, здесь тоже было мало, мало, потом он врез, и пошло, и пошло, также обратите внимание, количество подписчиков, видите, тоже в 2021 году, упало на 35%, видите, на 35% меньше, чем за 2 января, 31 декабря 2020 года, и вот здесь вот динамика, видите, в начале год, тоже в 2021, неплохо у меня пошел, а потом что-то подписчики, вообще, загрустнули, все меньше, и меньше, и меньше, просмотры упали, и, соответственно, подписчики упали, все просто, здесь все коррелирует только так, вот такая, в общем, статистика, вот такие выводы, надеюсь, был полезен, про налоги рассказал, все показал, все посчитали, так что YouTube, это интересный источник, да, конкуренция сейчас жесткая, не так-то просто раскрутиться, ну что, друзья, я показал вам внутреннюю кухню, поддерживайте данное видео лайкосиком, потому что не все блогеры рассказывают, показывают свою внутреннюю кухню, делятся своими доходами с YouTube, и это дело скрывают, я все показываю, все объясняю, что и как, так же, как и не скрываю свои портфели, инвестиции, свой капитал, это все я делаю для того, чтобы вам придать мотивации, потому что, как говорится, смог я, получается, у меня, вы, друзья, ничем не хуже сможете, и вы, главное, действовать, главное разбираться, не лениться, и не ждать быстрого результата, и у вас будет везде результат, я вам, как говорится, гарантирую, по себе знаю, ну, также делитесь данным видео со своими друзьями, есть вопросы по YouTube, пишите, как всегда, подписка, колокольчик, если еще не подписались, на мой YouTube канал, чтобы не пропустить полезные ролики, ну, с вами на связи был Фокин Евгений, всем пока, друзья, увидимся на просторах интернета.